Я сегодня говорю первый раз. Я сегодня первый раз буду давать Слово в Дняного Усложения. И когда мы говорим Слово. Давайте сейчас сходим нашу голову и помолимся. Моя сердце может принимать на Тебя. Мой разум может настроить. И пусть, Боже, моя жизнь будет не годна прежде. И Господь, я молюсь. Аминь. Количество может Hawthorne в стене. Аминь. Какая больная? Если я скажу для человека, который захочет самому. Самому другу. Аминь. Какой больше человек получает восемь whatever the other world means? Какой больше всего состояние мира? Как бы закончить? У нас есть здоровье, у нас есть великие дела Божьи, которые идут на железе и прописать, это будет даже для благополучия. Пастор сегодня говорил на утренем столбе, он говорил мне, чтобы я сегодня взял слово. И так, какая тема сегодня у нас? Скажите, скажите, пожалуйста, это мой год утверждения. Я очень рада видеть ваши лица здесь. Знаете, что я всегда здесь на совместном служении. Я надеюсь увидеть вас на совместном служении. И те люди, которые пришли сюда сегодня, я тоже рада за вас. Я верю, что то, как Бог проснулся нас утром, через это слово, он коснулся и вас. Готовы к этому? Итак, продолжим с утвержденной церкви. Четыре пункта, которые Бог никогда не утвердит. Четыре пункта, которые Бог никогда не утвердит в вашей жизни. Первый вопрос, в начале ОСИА 4-6. Четыре пункта, которые не утвердят. Мои люди, которые не утвердят. Окей. Как вы так потихоньку не думаете? О, русский и английский. Извините. Окей, русский и английский. Давайте прочитаем вместе. Истреблен будет народ Мой в своих достатках видения. Так как ты отверг видение, то и я отверг тебя от священного действия предо Мной. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забыл у детей твоих. Итак, первый пункт. Бог не утвердит невежество. Бог не утвердит невежество. И паспорт говорил утром, что это не трагедия, если ты знаешь, но трагедия, если ты не знаешь. И человек, который имеет дар, какой-то аталант и не использует его, это такой же человек, который не имеет ничего. И человек, который заботится о вещах Божьих, Бог будет также заботиться о Его вещах. И паспорт говорил о особенности десяти. И он также пометил очень важный момент. Когда мы хотим два десятилетия. Мы считаем, что это трудно, потому что сейчас доллар поднимается. Например, если вы получили 100 долларов. Если вы получили 1000 долларов, equal to what it is today, which is 2500 rivens. If you... Если вы... Да, если вы сравните это с курсом валюты сегодняшним, то это будет 2500 rivens. And when you complete what 2500 rivens can do in your life. Если вы так же сравните то, что может эти деньги сделать в вашей жизни. You now decide not to give. Вы решаете, лучше ли это не давать. What about a man of red or less? И кто, конечно, не откажется от... I am red or less. Yeah, so... We have to eat it. It blew. Who am I not going to have to ask someone to do this? So, everybody in the world is mad to do about this. In the world, she stupidly was only theansing notoriety. So, you have 1000$. You have 1000$. Тысяча долларов. Десяти долларов. New Germany? И они имеют сложно. И ониوтины неужели, чтобы дали 100 долларов. И вам тяжело давать 100 долларов. Сто долларов. Потому что они имеют 2500 rivens. Где decide to use 2500. Потому что это 2500. То есть, рим. Это 2500. Знаете, что, 900, оно как бы останется вам. То есть, 23,500. Если вам тяжело дать, то лучше перемените все это в вашем моменте. И это будет легково. Слава Богу. И пастор дал этот пример, и сказал, что было время, что был мужчина, у которого было. У него была сумма приправная, и он смотрел на десятину. И он как за эту десятину мог купить 5 килограммов риса. И в тот момент он не давал десятину. И он покупал этот рис. Но после этого, после этого, когда он ушел домой, то остаток денег он выпал через зырку в штанах. И потом появилась новая проблема. И он сделал решение для себя, чтобы давать истину, несмотря ни на что. И он также придется с нами с первым, что там каждый раз случилось. Он был на втором курсе. И кто-то позвонил ему после его Петровска. И он сказал, что вы являетесь Альфонсо Анастасичевым. И он сказал, что да, я есть. И он сказал, что я еду из Мозамбики, и твой дядя передает тебе деньги. И поэтому пастор должен был приехать в Петровск и получить деньги. Потому что он реально не знал, что у него есть дядя какой-то, которым может он прислать деньги. И вот и когда есть основной принцип давания истин. Люди наказаны из-за недостатка знаний. Они недостатка знаний давания десяти. Поэтому не важно, как ты даешь людям. Потому что деньги будут расти и улетать. Потому что сам смысл он не в этом. Мудрость не в этом. Я хочу вам дать принцип. Давайте десятины в то время еще, когда вы не получаете большую сумму денег. Начинайте с этого. Не давайте деньги, когда рейтинг я доставлю вам. Давайте дожди с того, когда люди вокруг вас классуют вас. Если человек у вас класс пятьдесяти гривенами, вы делите оттуда пять гривен. Если вы получили сто долларов, вы делите оттуда десять долларов. И момент, когда вы говорите, что я буду давать, когда мне будет больше денег. То есть правда в том, если вы даже и сейчас не можете давать, когда у вас мало. Будет еще тяжелее, когда у вас будет больше. Слава Богу. Итак, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечесть и неправда человека подавляющим истину и правду. И так вот двадцатого стиха. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог я видел? Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимым. Так что они без ответа. Возьмите. 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 То есть, повторяемся еще раз, что Бог не утвердит невежество, человека, который не следует за Богом. И тут написано так же, что будьте уверены, что вы приняли правду. И пусть огонь совершенства не угас от вашей жизни. И также Иисус говорит, что будьте совершенны, как совершенный отец Небесный. То есть, что Бог ожидает от вас? Он понимает, что вы человек. Конечно, Он не ожидает 100% от вас. Но Он хочет, чтобы ваше сердце набежало со совершенством. Давайте сейчас подслужим к следующему. То есть, и причина, почему вам приходят плохие мысли, это потому, что вы не упражняетесь в добрых мыслях, то есть вы не упражняетесь в истине. И вчера на молодежном собрании, И пастор говорил, что душа на греческом это френус. Френус означает два слова. Означает душа сама по себе. И означает животное. То есть, если вы не можете владеть своей душой к совершенству Божьему, Что происходит? Что происходит? Вы превращаетесь в животное. И вот почему в сегодняшнем мире В сегодняшнем мире не есть как бы плохим жениться мужчине на мужчине. То есть, эти души стали животными. И становится нормальным мужчине взрослым поспать с ребенком. Это все животное. И женщина спает с женщиной тоже животное. И то, что мы называем ненормальным в мире, мир называется нормальным. Библия говорит, что люди, отвергшие правду, Они верили в Божию. И также Бог говорит, что если ты отвергнешь сознание, я отвергну тебя. Бог ожидает, чтобы убежали за совершенством. Разум. Разум. Разум это как мышца. Мы должны постоянно его упражнять. Вы знаете, что случается, когда вы не упражняете свои мышцы? Мы называем это не мышцы, а как отложения. Я вам дам простой пример. Если кто-то выкинет мусор с окна. Никто не поднимет этот мусор. Следующий тоже кинет его мусор. Никто не поднимет его не берет. Два, три, четыре, пять раз. Никто не поднимет его не берет мусор. И это место будет несколько свалоков. И что случится? Мусор. Люди будут делать что? Трань-трань-трань. Если вы сидите за интернетом. И вы смотрите мусор. Завтра вы сидите опять на мусор. И вы смотрите мусор. И когда вы пойдете на мусор, то вы будете вылететь, как будто вы уже насмотрели всякого мусора. И люди опять поставят мусор на экран. Для вас. Когда вы становитесь такой человек, то что все происходит. Я слушаю все, что я хочу слушать. Я слушаю все, что я хочу слушать. Просто вы смойте пустырь. Да. Если у вас есть пустырь, то вы не смотрите все, что вы хотите. Когда вы слушаете все, что вы хотите. Вы делаете все, что вы хотите. Вы сноитесь с мусоркой. Потому что вы выкидаете в себя все, что вы хотите. Наш разум становится чистым через постоянное обновление его Словом Божьим. Я вспомнил, что это был прекрасный пример, когда он был с нами. Он сказал, представьте, в вашей комнате, в жителе, кто-то из никуда, он пришел в вашу комнату и сходил в вашу комнату. Приди сюда и отреагируй, как он любит, и добрый день. Представьте, что вы не знаете этого человека. Слушайте, это очень важно. Я вам скажу секреты. Некоторые из вас мусор в свой влаживает, мусор этот влаживает в свой мозг. Это будет ужасней, чем просто мусор. Это будет ужасней, чем просто мусор. Например, так же, это сложно жить настроением. Когда у тебя, например, настроение хорошее, значит хорошо. Если настроение плохое, значит плохой день. То есть, ваше настроение, оно поворачивает вас к мусору, который вы получаете. То есть, вы двигаетесь, точнее, не вы двигаетесь, а мусор двигает вами. И поэтому вы запутывались сейчас. И он говорит, что ваш разум становится диким, а не природным разумом. То есть, человек должен напряг себя и вложить Божье Слово в свой разум. И так, сейчас, упрощайте себя в благочесть. И так, христиане должны любить читать христианские книги. Наполнять свой разум Словом Божьим. И знать, что если что-либо случится в вашем разуме. Слушайте, если что-либо случится в вашем разуме. Это из-за того, что вы позволили это случиться. Не забудьте это. Причина, по которой кто-то пришел и кинул мусор в моей комнате, это потому что я позволила этому случиться. Если, например, вы принесете краски на тарелке в мою комнату, это потому что я позволила этому случиться. И так же причина, по которой вы сидите 3-5 часов за компьютером, смотря всякие мысли, это потому что вы позволили этому случиться. И причина, по которой мы становимся злойней, это потому что я позволила себе быть злым. Вы заполняете свой разум плохими вещами. И даже люди, которые ходят на дороге, они не знают, что они не знают. И они не знают, что они не знают. И ты смотришь на людей, которые на улице идут просто. И ты начинаешь злиться на них, потому что ты думаешь, что они не могут провоцировать тебя. Просто идут. Кто позволил это? Кто позволил это? Кто позволил это? Или ты просто сидишь и говоришь, что естественно я не любил этого человека. Кто позволил это? И так же ты можешь смотреть по всему человека и ты уже ненавидишь его. Кто позволил этому случиться? Например, когда люди начинают говорить плохие слова перед вами, показывают что-либо, это почему? Потому что вы позволили этому случиться. И если вы остаетесь в тишине, то есть вам все равно на это наплевать. И так же мы смотрели, что люди любят смотреть на людей. Например, некоторые люди любят смотреть на футболистов. Любят смотреть на артистов. Любят смотреть на знаменитости. Я хочу спасить вас сегодня. Когда мы будем смотреть на вас? Когда мы будем смотреть на вас? Время может сделать вас лучшим человеком. Вы используете это время, чтобы смотреть на других людей, которые не знают вас. Не им наплевать на вас. Ты никогда не увидишь свою жизнь. И все равно, если ты будешь на них злиться, спорить с ними. Но когда мы будем смотреть на вас? Делайте что-то, чтобы люди тоже смотрели на вас. Если вы проводите время, все смотря на других людей, то когда вам будет уже 40 лет, то вы никем не будете вообще. И так же мы смотрели на момент, что если ты не будешь приводить время, не будешь дать ограничение времени интернету, потому что и потом ты станешь рабом интернету. Если у тебя нет ограничений, то ты становишься рабом. Если ты проверяешь свою жизнь, кто-то проверит тебя. Если ты не используешь свое время мудро, кто-то завладеет твоим временем. Аминь. Аминь. Следующий момент. Следующий момент. The Lord will not establish the deeds of darkness. Итак, второй момент. Итак, Господь не утвердит дела тьмы. Иоанна 3, глава 20-21. Давайте прочитаем вместе церковь. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не влечились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге заделаны. И еще 1 Петра, 1 Иоанна, 1 глава, 5-й стих. 1 Иоанна, 1 глава, 5-й стих. И вот плаговестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и не от Нем никакой тьмы. И Матфея 6-й глава, 6-й, 14-й, 15-й стих. И так, Матфея 6-я глава, 14-й, 15-й стих. Ибо если вы будете обращать людям согрешение их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете обращать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваше. Аминь. Если вы живете чистой жизнью, куда-либо вы пойдете, вы не будете бояться ничего. Вы верны. Вы смелы. Вы можете стоять перед кем-либо. Потому что вы знаете, что ваши тела, они соделаны в свете. Но иногда вы хотите возвыситься над какими-либо вещами. Почему? Из-за стыда. Потому что вы не хотите, чтобы ваши вещи, они как стали явно. Но Бог говорит, когда вы приносите перед Ним эти... Иисус говорит в Иоанна, что Я есть свет. И говорит, что те, которые будут следовать за Мною, они не будут ходить во тьме. Но у них будет свет, свет жизни. И также это был очень хороший пример сегодня утром. Что солнце, что солнце, оно необходимо для фотосинтеза. Солнце, оно необходимо для фотосинтеза. И я также знаю, что очень важный компонент, И когда солнце, оно совмещается... Солнце, оно действует на хлорофилл. Солнце, оно действует на хлорофилл. То начинаются процессы биохимические. И растение преобладает зеленым светом. И мы, как люди, мы имеем хлорофилл в себе. То есть, рейтинг святой. Когда мы ходим под светом Божьим. Свет, он совмещается с нашей верой. И он делает нашу веру, нашу жизнь, делает цветной. В другим исламе. Не будет света в вашей жизни без света Иисуса Христа. Когда вы ходите под Его светом. Он делает вашу жизнь прекрасной. И мы также мечтали, что Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. И также про прощение. He said, God can't establish someone. What do we just say? Establish the deeds of God. Darkness. That's why you have to come into light. Then He establishes you and makes your life colorful. То есть, если вы не утверждаетесь в Нем, то Он интересовался. Если вы утверждаетесь в Нем, то Он делает вашу жизнь цветной. Бог не может утверждить вас, когда у вас есть непрощение. И я хочу это объяснить очень ясно. He says, if you do not forgive men their sins, your father will not forgive your sins. Please, understand this part of the Bible. Говорится так же, что если не простите согрешений людей, то и Отец тоже не простит согрешение ваше. What it means is not that God will not forgive you. Мы должны понять, что Бог не то, не важно, что Бог не простит вас. What it means is that it will not be easy for you to receive His forgiveness. Какой для вас принять Его прощение? Вы должны понимать, что прощение Господне, оно нам уже. Но принятие-то, принятие может прийти, когда мы убираем с нашего сердца непрощение. И сейчас твой сердце, оно открыто, чтобы принять прощение, понимаете? Это как сказать... Я уже держу книгу, да? И потом, я говорю ей, что вначале ты должна отпустить одну к нему и взять другую. Вы понимаете это? Господь хочет вам дать прощение. Но не прощение. Оно обещает вам принять прощение. И до того, как вы простите, и потом у вас будет возможность принять. Вы понимаете? То есть Господь уже вам дал прощение. Но вы отпускаете вначале непрощение, и потом принимаете прощение. Если, например, находитесь в себе сложно простить кого-либо, где-либо, вы должны понять, что будет сложно для вас принять от Бога. Потому что то, что в вашем сердце непрощение, оно мешает прощению войдет в ваше сердце. И я хочу вам сейчас привести некоторые новости. Ваши случаи, когда вы прощаете, вы будете способны ощутить любовь. И так же, Иисус говорит, что любит больше тот, которому больше прощено, потому что он понимает, что он прощен, и любовь начинает в его сердце естать. И так же говорит, что ей прощено много, потому что она много возлюбила. Она поняла, насколько она была прощена. И поэтому она поможет любить. Аминь. Слава Богу. Простите, это не легко проповедовать с переводом. И так же следует заметить, что если мы не будем прощать, то наше сердце будет как камень. Есть люди сегодня, которые имеют опыт, когда они были молоды. Кто-то сделал что-то плохое и кто-то навредил. И до сего же они являются самыми нелюбимыми людьми в мире. Потому что они не находят все это прощение, чтобы простить. И когда даже у них появляются новые друзья, то даже от друзей этот человек не может принять любовь. И так же очень прекрасным примером было свидетельство о Джоис Майе. Ходосанне про Джоис Майе. Вот у нее были проблемы с прощением. И ее причиной был страх. Она была износила наслуженным лицом. Если вы слушали ее тестирование, то она была сила. Это что-то, что случилось когда она была маленькой. Но даже когда она была в медицине, было тяжело для нее простить. Но слушайте. Но в момент, когда она простила, это был прорыв. Что-то случилось. Самая великая перемена. И так же можете увидеть, что вне сцены то она является самым любимым человеком в мире. И многие люди спасаются через ее свидетельство прощения. Сделайте решение для себя. Прощайте любого человека на все, что он сделал вам. Прощайте, потому что вы потому что вы один. А потому что вы, который сидит в тюрьме в мире прощения. И это прекрасно. Многие люди, которые мы не прощаем, они двигаются в жизни. И так же самое удивительное, что людей, которых мы не прощаем, они продвигаются в жизни дальше. Аминь. Андрей. Пример, вы которое продолжает жить свободно, да? И вы продолжаете на него садиться, потому что они простили его. А он продолжает Жизнь, в которой жил он раньше. Итак, третий пункт. Бог не утвердит, не достигший жертв. Бог не утвердит, не достигший жертв. Например, мы что-то посадили, и это не достигшее жертв. Проманс 20, 21. Давайте откроем притчи 20, 21. Притчи 20, 21. Давайте пришли вместе. Наследство посвящено за захваченное в начале неблагословительства последствий. Когда Пасха говорила в тот момент утром. С того времени, как я нехидейка, первое, что пришло на мысль, это все дети. Что все дети, которые убивают, например, своих родителей, чтобы получить нацистство. Это есть как бы недостигшая жатва. И Пасха дал этот типичный пример. Итак. Он привел пример, как бы, что если, если человек имеет сексуальное отношение не в браке, то он, как бы... Когда человек позволяет себе сексуальное отношение не в браке, то он крадет плоды до времени, до времени, когда он уже достигнет. И Бог не может утвердиться в его жизни. Аминь. И поэтому мы должны хранить себя. И проходить свадьбу правильным путем. И Бог блесит эту свадьбу. И после Господь утвердит эту свадьбу. Аминь. И следующий пункт. Он говорит, что когда ты видишь людей успешных в их жизни, радуйся за них. Благословляй их. Радуйся с ними. Что значит это? То есть, сейчас наступило время для жатвы. И что это значит так же? Что твое время для жатвы, оно придет. И какой урок здесь? Мы все знаем. Когда мы садим шпинат, когда мы садим шпинат, мы его получим через две недели. Когда ты садишь зерно, то мы зерно получим через три месяца.